Всем привет! Это канал стартандроид и здесь Виталий Непочатов. Сегодня в рубрике «Как создать андроид-приложение» мы рассмотрим пример приложения с дополненной реальностью, как Pokemon Go. Да-да, мы тоже будем с вами ловить покемонов, привязанных к определенным координатам на местности, используя компас устройства. Приготовьтесь, начинаем через 15 секунд. А пока я хочу посоветовать канал, где понятными словами рассказывают, как при помощи смартфона и различных гаджетов сделать систему «Умный дом» с голосовым управлением. Такую, например, как Джарвис из фильма «Железный человек». На канале есть обзоры разных дешевых систем «Умный дом» и, как альтернатива, самодельная система на основе Ардуино. Обязательно смотрите все плейлисты, а ссылка на канал в верхнем левом углу и в описании видео. Но вернемся к теме урока. Итак, что такое дополненная реальность? Этот термин стал довольно популярным в последние несколько лет благодаря Google Glass, но идея старше, чем первый телефон Android. Вы помните фильм «Терминатор»? Наш герой имел зрение, которое отображало расстояние до ближайших объектов и дополнительную информацию о них. Существует несколько определений дополненной реальности. Исследователь Рональд Азума в 1997 году определил ее как систему, которая совмещает виртуальная и реальная, взаимодействует в реальном времени и работает в 3D. Не путайте дополненную реальность с виртуальной реальностью. Это разные технологии. Отличие заключается в том, что дополненная реальность – это наложение оцифрованной информации на реальный мир. Давайте рассмотрим простое приложение, которое отображает привязанную координатам картинку на Camera View. Картинка отображается поверх изображения с камеры, если устройство находится поблизости и повернуто в сторону координат расположения картинки. С координатами местоположения понятно, но каким образом устройство будет определять направление расположения устройства относительно точки привязки картинки? А в этом нам поможет теория геодезии и такое понятие как азимут. Кто не знает, азимут – это угол, образуемый заданным направлением движения и направлением на север. Т.е. приложение будет определять точку назначения, сравнивая азимут, вычисленный из основных свойств прямоугольного треугольника, и реальный азимут, который указывает устройство. Вот примерный алгоритм для достижения этой цели. Получаем местоположение устройства, получаем местоположение точки назначения, вычисляем расстояние до точки назначения, рассчитываем теоретический азимут, получаем реальный азимут устройства, основанный на данных GPS, сравниваем оба азимута и вызываем события при совпадении значений азимута и расстояния в пределах допустимой погрешности. Теперь вопрос заключается в том, как вычислить азимут и расстояние. Это довольно просто, потому что мы будем игнорировать кривизну Земли и рассматривать ее как плоскую поверхность. Как вы можете видеть, у нас есть прямоугольный треугольник, и мы можем вычислить угол между точками с помощью простого уравнения. А в приведенной таблице представлены отношения между углом в градах и азимутом. Чтобы определить расстояние до точки назначения, воспользуемся этой формулой. Давайте теперь рассмотрим реализацию нашего приложения. Вот код проекта в Android Studio, который мы сейчас подробно разберем. Для начала посмотрим на ресурсы. Нам понадобится изображение покемона. В нашем приложении два Activity, поэтому нам нужны два макета компоновки для них. В одном будет отображаться превью камеры с наложением текста и картинки, а также кнопка для перехода на карту. В другом макете будет отображаться карта Google Maps. Я не буду подробно останавливаться на том, как встроить Google карту в приложение. Урок об этом смотрите по ссылке в описании видео. Теперь перейдем к коду. Нам понадобится два интерфейса. Первый это слушатель изменения местоположения. Второй интерфейс это слушатель изменения азимута. В классе MyCurrentLocation будем определять местоположение устройства. Этот класс реализует такие интерфейсы. Google API Client ConnectionCallbacks, OnConnectionFiledListener и LocationListener. В конструкторе передаем интерфейс OnLocationChangeListener для организации прослушивания события смены местоположения. Метод buildGoogleApiClient создает API Client. Использует метод addApi для запроса LocationService API. Мы создаем запрос и устанавливаем интервал для его отправки. В методе start с помощью метода connect подключаем клиента к службам Google Play. В методе stop закрываем подключение к службам Google Play методом disconnect. После вызова метода connect, метод onConnected будет вызываться асинхронно при успешном завершении запроса подключения. Метод onConnectionSuspended возвращается, когда клиент временно в отключенном состоянии. Метод onConnectionFailed вызывается, когда произошла ошибка при подключении клиента к службе. А здесь мы реализуем метод onLocationChanged интерфейса LocationListener. Это обратный вызов, который возникает, когда изменяется местоположение. Здесь создаем объект mLastLocation, который хранит последнее местоположение и передаем этот объект в методе интерфейса. Это местоположение мы будем получать через конструктор этого класса. В главном классе приложения, который будет реализовать интерфейс onLocationChangedListener. А теперь давайте посмотрим класс для определения азимута по методу, о котором я говорил в начале урока. Класс MyCurrentAzimut имплементирует интерфейс SensorEventListener. В конструкторе передаем интерфейс onAzimutChangedListener и контекст. Далее подключаемся к сенсору и регистрируем слушатель для данного датчика с заданной периодичностью. Все это происходит в методе Start. SensorTypeRotationVector возвращает положение устройства в пространстве в виде угла относительно оси Z, указывающей на север. Это виртуальный датчик, который берет показания от акселерометра, гироскопа и датчика магнитного поля. SensorDelayUI это частота обновления пользовательского интерфейса. В методе Stop мы отменяем регистрацию слушателя для всех датчиков. А метод OnSensorChanged вызывается при новом событии датчика. Здесь мы получаем матрицу вращения устройства, а в переменную AzimutTo сохраняем градусную меру угла поворота в радианах. Как видите, здесь используется виртуальный датчик TypeRotationVector, который берет информацию сразу с нескольких сенсоров, акселерометра, гироскопа и датчика магнитного поля. И если акселерометр есть в каждом устройстве, то датчик магнитного поля в старых бюджетных телефонах зачастую отсутствует. Следовательно, на таком смартфоне Azimut определяться не будет, так как датчик TypeRotationVector всегда будет возвращать ноль. Но позже я покажу, как мы обойдем это ограничение, чтобы наше приложение работало. А как получить список сенсоров в нашем устройстве, смотрите по ссылке на экране и в описании видео. На нашем сайте есть небольшая инструкция об этом с перечнем и назначением основных сенсоров. А мы рассмотрим следующий класс MapActivity. Его задача – отображение карты с меткой в месте привязки покемона. Здесь мы просто создаем карту Google Map и добавляем маркер в точку с заранее определенными координатами. Для простоты здесь мы их берем из переменных в классе главного Activity. В методе добавления маркера также устанавливаем позицию камеры и масштаб карты. Для работы с Google Maps нужно получить API Key в консоли разработчика Google и прописать его в манифесте приложения. Подробнее о получении ключа и работе с картами Google смотрите по ссылке на экране и в описании видео. Еще нам понадобится класс Pikachu. Здесь просто набор переменных, имя и координаты, а также геттеры для них. После того, как вы подготовили данные от датчиков, пришло время для реализации главного класса – Camera ViewActivity. Первая и наиболее важная вещь заключается в реализации интерфейса SurfaceHolderCallback, который позволяет отправить изображение с камеры в наш макет и обработать связанные с этим различные события. Интерфейс реализует три метода, ответственных за это – SurfaceChanged, SurfaceCreated и SurfaceDestroyed. Позже мы рассмотрим реализацию этих методов более подробно. Класс Camera ViewActivity имплементирует также интерфейсы OnLocationChanged Listener, OnAzimateChangedListener с их методами OnLocationChanged и OnAzimateChanged. А также интерфейс ViewOnClickListener – это слушатель нажатия кнопки с методом OnClick. Объявляем необходимые переменные. Нам понадобится, помимо прочего, две константы для хранения допустимых отклонений дистанции и азимута устройства от целевых. Значения подобраны практически, вы можете их менять, чтобы облегчить или наоборот усложнить задачу поиска покемона. Точность дистанции указана в условных единицах равных примерно 0,9 метра, а точность азимута в градусах. Также создаем константы с координатами цели – это будет местоположение покемона. Здесь укажите широту и долготу любого места, которое находится недалеко от вас, например, координаты соседнего двора или ближайшего магазина, чтобы далеко не бегать. Особо ленивые могут указать свое текущее местоположение. Я, например, так и сделал. Получить координаты любого места можно, например, через приложение Google карты. В методе onCreate устанавливаем ориентацию экрана. Делаем ее портретной. Далее создаем экземпляр покемона с указанием координат его местоположения. В методе CalculateDistance вычисляем дистанцию между устройством и покемоном по формуле, о которой я говорил в начале урока. Результат приходит в десятичных градусах. Умножение его на 100 000 дает некую условную единицу, приблизительно равную 0,9 метра. Чтобы перевести результат в метрическую систему, нужно применять сложные расчеты, и я решил этим не усложнять приложение. В методе CalculateTheoreticalAzimut вычисляем теоретический азимут по формуле, о которой я говорил в начале урока. Учисление азимута для разных четвертей производим на основе таблицы. Подробнее смотрите материалы на официальном сайте, обзор датчиков, особенно тип ориентейшн и тип ориентейшн подробную информацию о местоположении цели и нашего устройства. Также нам нужно переопределить метод onAzimutChange слушателя onAzimutChangeListener, который вызывается при изменении азимута устройства, рассчитанного на основании показаний датчиков, получаемых в параметрах этого метода из класса MyCurrentAzimut. Получаем данные азимута устройства, сравниваем их с целевыми параметрами, т.е. проверяем, если азимуты реальные и теоретически, а также дистанция до цели совпадают в пределах допустимых значений, отображаем картинку покемона на экране, а также вызываем метод обновления информации о местоположении на экране. Ниже переопределяем метод onLocationChange интерфейса слушателя onLocationChangeListener. Здесь при изменении местоположения отображаем Toast с новыми координатами и вызываем метод, который выводит основную информацию на экран. Здесь же мы обрабатываем ситуацию, когда датчик азимута возвращает 0, проверяем условие, что дистанция в пределах допустимого значения и отображаем покемона на экране. В методе жизненного цикла onStop мы вызываем методы отмены регистрации датчика азимута и закрытия подключения к службам Google Play, определяющим местоположение. В методе onResume соответственно открываем подключение и регистрируем слушатель датчиков. Метод setupListeners служит для инициализации слушателя местоположения и азимута. Здесь мы вызываем конструкторы классов myCurrentLocation и myCurrentAzimut и выполняем их методы start. Метод setupLayout инициализирует все элементы экрана и создает SurfaceView для отображения превью камеры. Метод SurfaceChange вызывается сразу же после того, как были внесены любые структурные изменения, например формат или размер, в SurfaceView. Здесь, в зависимости от условий, мы стартуем или останавливаем превью камеры. Метод SurfaceCreated вызывается при первом создании SurfaceView. Здесь мы получаем доступ к камере и устанавливаем ориентацию дисплея превью. Метод SurfaceDestroyed вызывается перед уничтожением SurfaceView. Здесь мы останавливаем превью и освобождаем камеру. И последний метод обработчик нажатия кнопки. Здесь по нажатию открываем карту через Intent. А в методе onCreate вызываем методы setupListeners, setupLayout и setAugmentedRealityPoint. Теперь посмотрим манифест приложения. Нам нужен доступ к камере, доступ к интернету и сетевым подключениям. А для определения местоположения прописаны такие разрешения. Android Permission AccessFindLocation позволяет максимально точно определить местоположение, используя все доступные способы GPS, Wi-Fi и сеть сотовой связи. AccessCourseLocation позволяет приложению получить доступ к приблизительному местоположению. Разрешение ReadGServices позволяет работать с гуглокартами. Далее описаны два Activity, причем для MapActivity указан атрибут ParentActivity, определяющий его как дочернее по отношению к главному Activity. Этот подход упрощает навигацию, размещая в ActionBar MapActivity стрелку, которая ведет назад к главному Activity. Также здесь видим секцию Metadata, где прописаны версия Google Play Services и API Key для работы Google карт. Как я уже говорил, для работы с Google Maps нужно получить API Key в консоли разработчика Google и прописать его здесь, в манифесте приложения. Подробнее о получении ключа и работе с картами Google смотрите по ссылке на экране и в описании видео. Итак, наше приложение готово к запуску. Тестировать его нужно на реальном устройстве. Запускаем приложение и видим на экране превью камеры, а на нем обновляющуюся информацию о местоположении и расстоянии до цели, а также азимуты. Азимуты отображаются в градусах, дистанция в условных единицах примерно равных 0,9 метра. В своем приложении я указал для покемона местоположение, которое совпадает с моим, поэтому на экране дистанция равна нулю, что соответствует диапазону, указанному в условии. А при совпадении азимутов в пределах константы, в поле зрения камеры, на экране появляется изображение покемона. Чтобы посмотреть местоположение покемона на карте, нажмите кнопку Map. Открывается карта с меткой, указывающей местоположение покемона. А при нажатии метки появляется кнопка приложения Google Maps, если оно установлено на устройстве, с возможностью открыть метку в приложении Google карты или рассчитать маршрут до цели. Очень удобно, если вы разместили покемона далеко от вас. Это я тестирую приложение на устройстве Nexus 5, которое имеет большой набор датчиков и без проблем рассчитывает азимут. А если запустить приложение, например, на Lenovo 820, то выяснится, что реальный азимут равен нулю. Он не рассчитывается, так как на устройстве нет необходимого сенсора. Рассчитывается только дистанция до цели. Поэтому сейчас изображение покемона показывается на экране постоянно, независимо от того, куда я поворачиваю устройство. Но если отойду от этой точки на дистанцию более 5 единиц, покемон исчезнет с экрана. Ну вот, если вы до сих пор не бегали за покемонами по округе, у вас появляется повод это сделать. Вы можете тестировать приложение, меняя параметры, такие как целевое местоположение и константы допустимых значений. Экспериментируйте при получении и расчете данных сенсоров, добавляйте новые условия, расширяйте функционал приложения. Например, в качестве простого домашнего задания добавьте возможность отображения на карте вашего местоположения. Ссылку на урок об этом можете найти в описании видео. На этом наш урок заканчивается, я желаю вам удачи в разработке и до встречи на следующем уроке. С вами был Виталий Непочатов, всем добра!